Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами начинаем нашу очередную лекцию и мы поговорим сегодня о таких важных нейронных сетях, которые называются персептронами, которые как раз таки оказали наибольшее влияние на развитие данной области и это были одни из первых успешных нейросетей, которые появились. Давайте рассмотрим модель, которая называется персептроном. Выделим исторически важные даты, которые оказали влияние на развитие искусственных нейронных сетей. В 1943 году Маккалок и Питц предложили модель искусственного нейрона и их применение в качестве вычислительных машин. Хепп в 1949 году предложил первое правило самоорганизующегося обучения. В 1958 году Розенблатт ввел понятие персептрона как первой модели обучения с учителем. Персептрон представляет собой простейшую нейронную сеть, предназначенную для классификации линейно разделимых сигналов. Он состоит из одного простейшего нейрона с настраиваемыми синаптическими весами и порогом. Первый алгоритм обучения персептрона был создан Фрэнком Розенблаттом. Это вот фотография Фрэнка Розенблата, создателя персептрона, собственно, с персептроном, который он создал. Итак, немножко исторических данных. В 1958-60-х годах Фрэнк Розенблатт в Корнеллском университете создал вычислительную систему Марк-1. Это был первый нейрокомпьютер, способный обучаться в простейших задачах. Марк-1 был построен на персептроне нейронной сети, которую Розенблатт разработал тремя годами ранее. Персептрон Фрэнка Розенблата был первоначально программно смоделирован на компьютере IBM 704-1950 в 2007 году в Корнеллской лаборатории аэронавтики, которую он и возглавлял. Значит, структура персептрона представляется следующим образом. Она ничем не отличается от той структуры, которая была предложена Маккалакмой Питцам. То есть это тот же нейронный элемент, предложенный этими авторами, как мы видим. Единственное, что здесь нужно отметить, что в качестве функции активации обязательно используется сигнум функции. Этот алгоритм обучения персептрона представляет собой обучение с учителем. То есть в блок, где реализуется алгоритм, подается желаемый сигнал D, подается выход нейронной сети и в алгоритмический блок подается уже разница между желаемым сигналом и тем сигналом, который мы имеем на выходе персептрона. То есть нейронной сети это сигнал ошибки. Ну и алгоритм уже в соответствии с методами обучения настраивает синаптические веса и порог нейронной сети. То есть самого персептрона. Таким вот образом реализуется персептрон. То есть первое, что здесь напереду надо заметить, что в качестве функции активации используется сигнум функции. То есть идеальный реле, по другому говоря. На выходе персептрона образуются сигналы плюс один, если на выходе сумматра сигнал положительный и минус один, если сумма отрицательная. То есть это все связано с свойствами сигнал функции. То есть в зависимости от того, какими значениями обладает у нас вот эта величина, сигнал функция принимает два устойчивых состояния. Это плюс один и минус один. В случае, если сумма, которая формируется на выходе блока сумматоров персептрона, если она положительная, то у нас сигнал функции переводится в состояние плюс единицы. Если эта сумма отрицательная, то сигнал функции переводится в состояние минус один. Целью персептрона является отнести множество внешних воздействий к одному из двух классов. Например, S1 и S2. Решающее правило такой классификации заключается в следующем. Входной сигнал относится к классу S1, если выход персептрона равен плюс единице. И сигнал относится к классу S2, если выход персептрона равен минус единице. Синаптические веса персептрона можно адаптировать итеративным методом. Выполнить так называемое обучение персептрону. Для настройки синаптических коррецентов используется алгоритм, который основан на коррекции ошибок и получившие название теорема сходимости персептрона. То есть, что делается персептроном? То есть, какова его цель? Он разделяет два класса, подаваемых на вход внешних воздействий, на класс S1 и S2. То есть, как мы видим из картинки, если подавать ему какие-то изображения, то он должен их строго уметь различать. Что подано изображение, то есть входной сигнал относится либо к классу S1, либо к классу S2. Алгоритм обучения персептрона. Если пошагово рассматривать алгоритм, то первое – выполняется инициализация. В начале все синаптические коэффициенты ИСа имеют нулевое значение. Далее выполняются последующие шаги. Второй важный шаг. На некотором шаге N активизируется персептрон, используя вектор входных значений с вещественными компонентами и желаемым откликом. Затем вычисляется фактический ответ персептрона. Формируется выходной сигнал в виде сигнум-функции. В-четвертых происходит адаптация вектора весов. Выполняется изменение вектора персептрона следующим образом. Ну и в продолжение увеличивается номер итерации. Мы возвращаемся к шагу номер 2. То есть алгоритм обучения очень простой. И не будем забывать, что целью персептрона является все-таки разделять классы, которые подаются на вход. То есть не классы, а изображения, либо какие-то входные сигналы, они разделяются на классы. И эти классы должны быть линейно разделены. Но в 60-е годы 20-го столетия началось бурное исследование персептронов после того, как Фрэнк Розенблат представил свою модель. Однако в дальнейшем эти работы практически прекратились после публикации знаменитой монографии Маргена Ли Минского и Сеймура Пейперта, которая называлась «Персептроны». В этой монографии была показана ограниченность, ограниченные возможности элементарного персептрона. Персептрон не мог справиться с простыми логическими задачами. В качестве такого иллюстративного примера является, что персептрон не мог выполнить операцию исключающего или. По сути, вот эта монография похоронила развитие нейронных сетей на долгие годы. И как мы говорили в наших первых лекциях, что это направление, связанное с искусственными нейронными сетями, и вообще это бурное развитие искусственного интеллекта, оно началось относительно недавно, да, то есть каких-то 15-20 лет назад. И можно сказать, что это произошло отчасти благодаря вот знаменитой книге вот этих вот двух джентльменов. Это Марвин Леминский и Сеймур Пейкерт. Далее, конечно, персептронные модели развивались. И в 80-е годы уже был получен впечатляющий результат на такой модели, которая называется многослойным персептроном. Ну, на сегодня все. Мы с вами рассмотрели алгоритм обучения персептрона, познакомились с нейронной сетью, которая называется персептроном, и мы узнали, почему на долгие годы, начиная с тех 60-х годов, развитие нейронных сетей было прекращено. Спасибо за внимание. Успехов!